Добрый вечер, друзья! Отличный вечер! После успешного дня вы уже должны были бы посмотреть, наверное, видео про то, что мне удалось удалить разметку. Вот эту самую мою железобетонную разметку, не удаляемую никакими разбавителями, растворителями, устранителями и прочими средствами, никакими стирками и кипячениями, ничем, 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 ни уксусами, ни кефиром, ни содой, ну, абсолютно ничем. И вы уже знаете, чем я это удалила. Поэтому я в полном восхищении. Я по такому случаю даже капнула себе кусочек, капельку, 20 грамм конечка, закусила шоколадочкой, и я очень-очень-очень довольна. И села, да, надеюсь, что мне дадут. Я все пытаюсь отмотаться от всех. У нас уехали все гости, и я пытаюсь остаться одна и насладиться одиночеством и вот этой самой вышивочкой. Тут, как вы видите, я вышиваю домик. Вы знаете, что-то совершенно неожиданно, внезапно случилось на 40-м каунте. Этот маленький сэмплерочек, его сэмплером не назовешь. Тут он совершенно крохотный, насколько я понимаю. Каунт 40-й. Как вы помните, я попробовала через одно переплетение, и я поняла, что это совершенно никчемное дело для меня. Мне это не надо, и совсем неинтересно. И я вообще смысла не вижу. Я даже, честно говоря, мне кажется, что на таких малюсеньких крестечках их даже нельзя разглядеть, какого они цвета. Так сюда идут дети. И вот я вышиваю этот кирпичный, судя по всему, домик через две ниточки шелковой ниточкой. И в данном случае у меня здесь бленд. Я вообще вышивала, вот, например, крышу ниточкой в одно сложение шелковой. Потом стала добавлять к ней разные вариации, чтобы сделать крышу вот такой пестренькой. А здесь я просто-напросто взяла бленд из двух шелковых ниточек, но они 65-й номер. Если здесь 30-ка, то здесь 65-й. Видите, какие они тонюсенькие. Они очень тоненькие. И поэтому их можно как бы сложить и вдвое. И они будут изображать с собой вот как раз 30-ку одну. 30-ку. Вот, как бы вам получше показать, чтобы видно было. Вот. То есть эти два 65-ых идут как одна 30-я. Видите? И поэтому вполне можно сделать такой бленд. Другое дело, что у меня 30-ых-то номеров довольно много в коллекции, а 65-ых-то довольно мало, потому что они вообще-то мало находят применения. Но вот тут почему бы нет? если они вместе дают нужную толщину, потому что я хочу, чтобы все-таки у меня был какой-то интерес при вышивании этой стены, а не просто так. Сейчас у меня закончится эта ниточка и, возможно, следующий кусочек, как бы кусочек штукатурки на кирпиче, я, возможно, подберу немножечко другой состав. То есть только мне надо посмотреть, какие у меня есть 65-ые вообще цвета. Надо мне выбрать из всей кучи 65-очки и посмотреть, что из них можно собирать. так что вот так просто-напросто если бы были эти две тоненькие ниточки совсем, то вполне себе можно. Единственное, что нужно тут все-таки здорово настраивать глаза, потому что когда ты поначалу начинаешь как бы и глаза никак не сфокусируются, потом вроде как привыкают и ты уже видишь вроде как дырочки, видишь вроде как куда должен пойти, куда иголочка, где крестик, где что и уже как-то полегче. Но стоит тебе отвлечься, например, посмотреть какое-нибудь видео и сходить по каким-нибудь делам там. Потом приходишь и опять надо настраивать глаза и даже иногда я и что-то не могу их настроить и приходится даже надевать очки на какое-то время. Но я понимаю, что это тоже не дело. Я чуть-чуть посижу в очках, потом их сниму и пытаюсь настроиться без этого. Так, сколько у нас тут уже? Тут главное не запутаться в рядах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О! Каждый рядок надо закрывать, а я уже два прошила и не заметила. В смысле, не отметила. Отмечать надо рядочек прошила. Ну, тут есть вот тоже вариант колониальным стежком пользоваться, то есть прошить сначала вот так полукрестечки, а потом их и закрыть. Поскольку это у меня бленд, а не нитка с переходом цвета, да и расстояницы видите какие, то если не потеряешься в дырочках, не запутаешься в рядках, то вполне можно так делать кое-где. но вообще мне надежнее закрывать каждый крестик. Я как-то увереннее себя чувствую в этом случае. Но тут вот вообще не люблю длинные линии закрывать, когда длинная линия идет в одну сторону, потом закрываешь в другую. Меня как-то это немножко пугает, что ли. Мне надежнее и понятнее закрывать каждый крестик, хотя возможно это и получается может быть дольше и иногда мне удобнее пользоваться правой рукой. Все-таки сверху вот так вот я ее вывожу сюда и вот так все-таки увереннее. Пока что мне нравится то, что у меня получается. Да, но я еще не осуществила свою идею сделать из этого мини-многоцветку. Так, что-то у меня убежало. Надо мне уже над этим подумать. Не включить ли уже какой-нибудь квадратик другого цвета сюда. Вообще, когда вышиваешь двумя ниточками, все время получается, что рано или поздно они начинают терять одна из них начинает терять длину. Они разъезжаются немножечко, одна отстает почему-то, почему-то получается непонятно, но тем не менее приходится иногда подрезать. я вам опять поставлю в описании видео про девушку, которая на 56 каунте вышивает блендами. Но она вышивает там оказывается через две нити переплетения, не через одну, как мне сначала показалось, через две нити переплетения. И оказывается, она то, что вышивает, она сама и разрабатывает эти схемы. Они у нее даже продаются. Я посмотрела и одна мне понравилась. Вообще, хотя я не любитель авторских схем, но тут мне одна понравилась. ну вот тут я скажу вам это дело абсолютно неспешное. Если в обычной ситуации мы можем там быстренько наклепать крестиков, то здесь о спешке, о скорости такой вот вообще не может быть даже и речи. при такой мелкой работе. Толь делала 14-я канова на Геральте. Да. это вот у меня последний рядок перед тем, как начинается широкой часть под окном. Здесь будет окно. Вот так. А дальше идет уже такая длинная линия под окном. Я вас пока оставлю и подумаю как мне устроить из этого какие-то вкрапления еще вкрапления другого цвета. Надо мне подумать об этом попробовать хорошенечко, что получится, если я вам покажу. Опять добрейшего утра, мои хорошие. Опять мы будем заниматься нашим сэмплерочком малявочкой, крошечкой. Перед вами задействованные ниточки. куколка лежит только для того, чтобы сразу отделить 33 от 65 чтобы сразу не тронуть случайно не взять не тот, который надо. Чисто для этого. Коробочка от каких-то помидоров или что-то такое. Кстати, нравятся мне вот эти коробочки корыца. Они такие очень хорошие. Я их везде у меня ниточки в них уложены и всякие дела. Короче, я их люблю использовать для своих нужд. Не выбрасываю. Ну и наш домик. Тут у меня такой участочек. Я его ограничила. Здесь просто будет зелененький фундамент. И поэтому мы можем его подзашивать совершенно спокойно, ничего не считая. Поэтому можем поговорить. Говорить мы будем пока сначала. Вот о чем. Тут есть нашла какой-то небольшой маленький совсем тег старенький у Елены. Елены Ветровой, да. Совсем старенький тег про сэмплеры. Она тогда как раз этим занялась, увлеклась и три года назад. И попался ей этот тег, и она решила на него ответить. И тут он мне попался. Я хоть и не могу сказать, что прям я вышиваю сэмплеры, все, там я специалист, эксперт. Но тем не менее решила, что я попробую таки ответить на это со своей колокольни. Со своей колокольни. скажем, чисто как как это называется, как любитель, да, даже не совсем, тут какой-то другой немножко уровень. ну, короче, вот с того места, где я сейчас нахожусь в сэмплерах, так скажем. Вот так я делаю. У меня бленд, состоящий из двух ниточек, 65-й номер, это мус-шелк советский. На конце это старые запасы, еще советских времен. на конце я делаю узелочек, но там не пугайтесь, я не оставляю узелочек наизнанке, изнаночка гладенькая. Узелочки я делаю, просто закрепляю таким образом ниточку. сейчас мы начнем вот что сделаем. Так, что мы сделаем? То ли можно отсюда начать и зашивать так, то ли начать ограничить крыльцо, что ли, чтобы не случайно не заехать сюда. А нет, начнем все-таки отсюда. Ну вот, чтобы начать отсюда и ниточка закрепилась, мы ее вот так вот делаем. и пошли. Главное наискосок пойти, чтобы она закрепилась немножечко наискосок, чтобы вот эта линия прохождения ниточки шла не между вот так вот вдоль линий, а как бы немножко наискосок, и она тогда крестичками закрепится. И лучше, если этот наискосок будет еще более сильный. вот так вот. Вот так вот. Так вот, сейчас мы поговорим про этот тег. Ну, не то, что прям буду прям отвечать на эти вопросы, как специалисты. Нет, во всяком случае будем руководствоваться немножко, ориентироваться на этот тег, на эти вопросы. Под это дело поговорим, зашиваем этот самый фундамент, а потом я вам расскажу уже с показом, чем как это вышивалось, какие были ниточки использованы, покажу картиночками. Это интересно, я считаю. как обеспечивались вот эти неровности и переходы, об этом поговорим попозже. Сейчас, пока есть возможность не напрягаясь повышевать, будем отвечать на вопросы в меру своих слабых непрофессиональных способностей. иголочку я использую остренькую, тоненькую, это наверное 28 китайская обычная иголочка, китайская наверное, хотя не знаю, не уверена, не буду вам врать, может не китайская, может еще какая-нибудь. Ладно, тут первый вопрос. Что такое сэмплер и чем он отличается от других направлений вышивки? Ну, давайте так, для меня, будем говорить для меня. Сэмплерами называют лонгдок, сэмплером называют квакеры, и сэмплерами называют подборочку сюжетиков на определенную тему, расположенную на одном листе. Так скажем, тематические сэмплеры, там огород, кухня, зверюшки лесные, морская тематика, вот такие. Причем там вполне себе картиночки непримитивные, бывают очень даже реалистичные, но они тематически объединены в одном полотне, то есть связаны общей темой и заключены, например, в общую рамочку или не заключены, но не важно, это не имеет значения. Так что понятие сэмплера, оно такое растяжимое. Сэмплер может состоять из очень проработанных, по сути, вы можете взять любые сюжетики, например, ну, хоть кусочки какого-нибудь хаеда, да, листочек оттуда, цветочек отсюда, веточку отсюда, и их объединить в такое как бы лоскутное одеяло, и это будет сэмплер, притом абсолютно многоцветка. Вот. А в данном случае и сейчас, скажу так, меня вообще не привлекает, скажу, я поставлю, может, примеры какие-нибудь картиночки, кухонные сэмплеры, или там еще что-то такое, меня не привлекают квакеры, из лонгдогов мне у меня есть пандемик, но да, еще рыцари-драконы это тоже лонгдог, ну и собственно все, больше я смотрела я много на лонгдоге, но больше ничего. Пандемик, он привлек меня по другой причине, просто потому, что это пандемик, его своеобразная история про то, как он был выпущен с целью ободрить вышивальщиц во время в начале пандемии, когда это было совсем страшно, и столько народу умирало, и все разъединились, и оказались под карантином. Лонгдог тогда выпустил пандемик и выпустил его бесплатно на какой-то период, потом они опять его стали продавать, но было поздно, потому что он оказался уже в доступе в свободном, и, понятное дело, я скачала схему, и была очень счастлива, когда я раздобыла эту схему бесплатно, это было одновременно. Я тогда заполучила Геральта, купила, и заполучила лонгдог, скачала, нашла. Это было мое счастье тогда прям, хотя я вообще ничего об этом не знала ни о лонгдогах, ни о химере, ни о многоцветках, ни о чем. Это были мои первые приобретения, такие серьезные, масштабные, и я с ними до сих пор занимаюсь. Ну, как бы, лонгдог для меня не является сэмплером, это что-то другое, такое какое-то графическое произведение, но сэмплер это все-таки подборочка сюжетиков, объединенных какой-то тематикой, но это должна быть все-таки отдельные сюжетики, просто приставленные друг к дружке. Лонгдога немножко другое, там переходящее, графика переходящая одна в другую плавно, как бы между ними их не разделишь на отдельные сюжеты, между ними нету расстояниц маленьких, которые свойственны вообще сэмплером. Квакеры это чистая орнаменталистика, я на них даже и не смотрю, поэтому мы поговорим только о сэмплерах, которые сэмплеры в смысле вот этот самый наподобие наподобие которого я вам поставлю сейчас, вот об этом примерно мы поговорим. Я на Али положила себе в корзину один такой, потому что мне понравилась очень цветовая гамма, и я решила, что из-за цветовой гаммы я его куплю из-за ниток, хотя вот эта вся симметрия, вот эта зеркальность у меня жутко, ну я не хочу это делать, я все думаю как бы это сделать, чтобы не зеркалить его, возможно там можно что-то придумать, может быть как бы перетасовать его, понатаскать отсюда-сюда, оттуда-сюда, чтобы не повторялись сюжеты, то есть собрать из него нечто другое, как пазл, как из пазлов собрать, только из пазлов ты можешь собрать одну только картинку, и это будет правильная картинка, и все, а тут ты можешь переставлять эти элементики, и собрать из них нечто совершенно свое, вероятно, он будет значительно меньше размером, но зато там не будет хотя бы зеркальности, хотя бы зеркальности, и повторов желательно, чтобы там не было, ну, в общем, я попробую с ним что-то сделать, но мне хочется что-то такое сделать, и мне нравится эта цветовая гамма, я заглядывала, какие там ниточки люди ставили, фотографии, мне очень понравилось, в общем, мне хочется с этим поработать, и мы будем говорить именно вот о такого типа сэмплеров, такого типа, так вот, спрашивают, чем он отличается, понятно, отличается, он внешним видом сразу отличается, вы никак не спутаете многоцветку, например, или набор от золотого руна с сэмплером, хотя, может быть, золотой руной выпустила что-то наподобие кухонных сэмплеров, не знаю, может быть, но я не видела, и вообще творчеством не интересуюсь золотого руна и подобных поэтому, я думаю, отличается он здорово, и тот, кто один раз увидел, тот сразу поймет, что это такое, и больше уже ни с чем не спутает, да, поэтому тут, по-моему, о чем тут говорить, отличается он здорово, чем отличается, вот именно тем, что он не такой, как эти все, это дальше что, ладно, тут можно тут перемалывать из пустого в порожнее долго, что вас привлекает, а, чем привлекает, чем привлекает, чем привлекает, надо подумать хорошенько, до недавних пор он меня вообще ничем не привлекал, напротив, я вам всячески говорила, насколько я считаю, он даже не сам сэмплер, но и сам сэмплер тоже, но и вот это все, что его окружает, вот эти всякие заморочки по поводу приобретения определенных совершенно ниток, причем очень дорогих, определенных тканей, там, то есть вот эта вся суматоха, на мой взгляд, излишняя и неоправданная, на любителя, на эксперта, так скажем, не для всех, как кино, не для всех, это вот меня как раз не привлекает, потом меня не привлекает симметричность и зеркальность, как я сказала, и повтор вот этих орнаментальных полос, масштабных вот этих рамочек и состоящих из одних элементов и тех же, вот это меня не привлекает, меня еще как в последнее время я выяснила, совершенно не привлекает зашивание одним цветом, хоть бы и с переходом нитка, все равно одним цветом, вот я такими маленькими ножничками, остренькими отрезаю вот этот узелочек, все, а ниточка у меня закреплена, так вот, зашивание одним и тем же цветом, пусть и с переходом цвета, больших плоскостей, и как видите, для себя здесь, в этом домике я эту проблему как раз и решила, как с этим поступить, а давайте-ка я прибавлю вам немножечко, надеюсь, там есть хоть какая-нибудь резкость, не очень-то похоже, ну ладно, все равно вышиваете, так, что еще, это я пока перечисляю то, что меня не привлекает, потом, еще меня не привлекает то, что это обязательно нужно оформлять, вешать на стену в хорошую раму, в хороший интерьер, как я говорила вам уже, что это не оставишь просто так лежать в рулоне, такую дорогостоящую вещь, в которую втюхано столько трудов всяческих, просто обидно ее прятать в комод и вот это то есть тут очень много чего меня не привлекает, что меня привлекает, меня привлекает как правило сдержанный колорит, вот эти самые сложные цвета, это не пестрота, не яркость, ну хотя бывают и пестрые, яркие сэмплеры, конечно, но меня привлекают именно сдержанные, даже мрачноватые палитры, поздняя осень, такие вот цвета, где-то конец октября, начало ноября, мое любимое время года, и меня привлекает, что еще именно возможность их переворачивать на свой лад, буквально от начала от перестановки сюжетов туда-сюда, от замены их, и до конца, то есть какими нитками вышивать, как с ними обращаться, то есть все, все можно сделать на свой лад, это серьезный такой творческий задел, то есть есть с чем работать, потому что если ты купил Dimensions, тот же набор, там у тебя для творчества ничего не остается, ты там не можешь взять и какой-то цвет поменять на свой вкус, потому что тебе так захотелось, не потому что у тебя там не было нужного цвета, а потому что захотелось, и ты там не можешь, если что-то там можешь, это заменить конво и заменить количество сложений, например, вместо шести взять и четыре, вот и все твои возможности, ну и собственно в любом наборе ты сделать ничего не можешь, то же самое в многоцветке, если ты что-то сделаешь, это на свой риск, вряд ли это пойдет на пользу вообще сюжету, а вот сэмплеры вот эти, тут как раз безграничное поле для именно такого творчества, надо сказать, тут ты буквально можешь каждый кестичек сделать своим, ну и это соответственно, если ты вложился не просто временем и деньгами, а ты вложился как бы своим воображением творческим, своей творческой работой, своими какими-то более, мне кажется, ценными вещами, чем деньги, чем деньги. вот это делает его таким твоим собственным, твоим собственным, единственным, неповторимым, и, ну как так говорится, ты начинаешь любить того, в кого больше вкладываешь, ну кому, с кем больше занимаемся, да, и тут тоже, раз мы этим много занимаемся, то мы это начинаем любить. Ну мне вот очень повезло, что я нашла вот такой маленький сэмплерик у меня, кстати, потому что на большой я не стала бы замахиваться, чтобы что-то попробовать, а тут сошлось, и сороковой каунт нашелся, и сказали мне, что можно через две ниты переплетения вышивать на сороковом, и попался мне этот как раз сюжетик, он оказался у меня скачен в сагу. Кстати, я не смогу вас отослать к этой схеме, если вам захочется, потому что я пыталась найти, где именно я его скачала, ну, я ходила по интернету, то есть по Вконтакте, в примитивных группах, определенно, это было в какой-то примитивной группе, но там в каждой примитивной группе, скажем, 13 тысяч фотографий, и поэтому сказать, где именно я порыскала, потому что предполагаю, что вдруг кто-то захочет тоже вышить вот его именно, но я не нашла я, где я взяла эту схему, и единственное, что если кому-то захочется, я могу как бы на Google диск его сохранить, этот xsd файл, и с Google открыть доступ как бы к нему, чтобы вы могли, например, если вам захочется взять там, потому что сказать вам, где я его взяла, или дать вам ссылку, я не смогу. Так, дальше, вот сказала я, кажется, да, чем привлекает. Тут смотрела Юлию Илященко, у нее очень хорошее видео, я пересмотрела, наверное, почти все старые видео, у меня остались только самые большие, которые в прямом эфире, она там вышивает, но сейчас она стала разговаривать только по-украински, и поэтому я уже не стала дальше смотреть, а старые с удовольствием пересматриваю. И она там в одном видео обмолвилась в прямом эфире, что она слюнит ниточку, чтобы слюнявит ниточку, чтобы вставить ее в иголочку. Мне как-то стыдно, но я так делаю, и прям взяла и сделала. И все зрители поддержали и сказали, что как бы да, но многие мы так и делаем. Вот так. Так что, друзья, вот так вот. Да, вот, как это называется этим модным словом-то? каминг-аут. Да, да, когда ты признаешься в том, что ты делаешь нечто такое, как бы стыдное. Хотя, ничего стыдного я в этом не вижу. Испокон веков люди так делали, а тут на тебе это оказалось чуть ли не непристойно. Так, поэтому, да, я слюню ниточку, чтобы ее вставить в иголочку. Хотя иногда я пользуюсь нитковдевателем. Если речь идет, например, о ниточках СХС, которые бесполезно слюнить, они все равно пушатся. Тогда нитевдеватель помогает в этом деле. Так, опять у меня пропал голос. Сейчас, минуточку, я глотну из бутылочки. Так, надеюсь, это пошло на пользу. Вот еще ниточки СХС еще и не вкусно слюнявить. Они все-таки синтетические, поэтому их невкусно слюнявить. А вот, знаете, студенты, художники, когда пишут акварелию, они практически все облизывают кисточку. Таким образом, проще простого снять с нее лишнюю воду. Пополоскал кисточку, обсосал ее, вот, но это акварели, она, понимаете, медовая, поэтому это и безопасно, и не неприятно. А потом, ты когда начинаешь то же самое делать с гуашевой кисточкой, это уже как бы не тот калинкор. А если ты переходишь на масляную живопись, то тебе, естественно, приходится срочно отучаться от этого действия как-то отслеживать его, потому что тут уже все, шуточки кончаются. А еще частенько художники, которые пишут акварелью или там гуашью, в общем, водорастворимыми красками у них стоит баночка с этой водой, где они получат кисточки, и они ставят рядом баночку, то есть кружечку с чаем или кофе, и иногда перепутывают, полощут кисточку в чай, а припивают из баночки с... где смывают, где полоскивают кисточки. Бывает такое. Ну, может быть, разок там было. Тут точно я полоскала кисточку в чай, это точно. Припивать из банки мне не приходилось. И коты, кстати, очень любят пить воду из банки, в которые полоскались кисточки, даже от гуаши. Почему-то не пьют из банки, которая стоит специально для них налита вода, а идут пить из банки, где такая уже, знаете, вовсе не чистая вода. Ну, ладно, мы тут отвлеклись. По каким критериям выбираете сюжет для сэмплера? Ну, мне еще не приходилось выбирать сюжет для сэмплера, наверное. И этот вот мне просто попался. Я его как бы не выбирала. Но я его почему-то же загрузила в сагу, да? Значит, что? Тут, во-первых, есть белка, во-вторых, есть ворона. Ну, домик, домик, Здесь нет каких-то... А, тут дубовые листочки, желудечки. О, да. Дубовые листочки, желудечки. Тут летит утка. Тут единственное, что мне не нравится, это вот этот рок изобилия, так называемый. Я его нигде не люблю. Ну, и тыкву, может быть, мне кажется, тут лишнее. Реально. Почему тут тыква? Тут типа отсылка на Хэллоуин, что ли? Ну, ладно, тут как бы осень, желуди, листья. Ладно, пусть будет тыква. Кстати, ее можно очень интересно обыграть разными цветами. Так вот, да, мне нравится павлин. Причем павлин, как я поняла, должен быть с нераспущенным хвостом. Что еще мне нравится? Ну, разные там ключики и что еще? Ну, и не стал бы я брать там, где там всякие розочки, вот эти финтифлюшечки, завитушечки. я вам показывала, кстати, свою корзину на Али, и там положено несколько таких вот сэмплеров, и вы могли бы уже видеть, по каким примерным критериям я выбираю. Да, и это не должно быть нечто изящное, нет. Это такое должно быть именно в уклон примитивный. Так, вносите ли вы изменения в схему сэмплера? Да, какие? Ну, конечно же, а как же, я же сказала, что для меня главный-то смысл и прелесть, и плюс, и достоинство, это то, что его можно изменить вообще полностью, от корки до корки, от и до, начиная от материалов, кончая расположением сюжетов и внесением своего, и выбрасыванием того, что вас не устраивает. Я этим самым занималась еще, когда впервые столкнулась с сэмплером Савиного леса, и когда мы вышивали эту Алису в Стране Чудес, это было, как я понимаю, называться должно было бы авантюркой, потому что сюжеты выдавались постепенно, никто не знал, что будет на следующем, но я поняла, что это не для меня, я дошла до конца этот процесс, но чем дальше, тем меньше меня сюжет выдавит, я вам рассказывала, что я там заменяла, уже начиная со второго сюжета, я стала заменять и изменять, да, так что, конечно, я иногда даже не то, что сэмплеры, я иногда изменяю серьезные схемы, такие, как сказки, полки со сказками, не полностью, конечно, но в деталях, в деталях, так, сколько сэмплеров вы вышли, планируете, сколько вышли, ну, первый мой сэмплер, это мой октябрьский сэмплер, картиночку я вставлю, вставлю, это мой сэмплер, который я сама собрала, причем ничего как бы об этом не зная, и чаще всего просто по из головы или по картинкам, причем основывался он на домике, который был начат моим сыном давным-давно с какого-то журнала, с какой-то схемы, потом схема потом была потеряна, журнал тоже где-то затерялся в сараях, или вообще был выброшен, без понятия, короче, мне пришлось его продолжать, и я решила из него сделать, мне скучно было бы, кстати, я нашла потом где-то в ВК эту схему, именно ту, с которой он начинал вышивать этот домик, но посмотрев на него, я решила, что и правильно я сделала, что сделала все по-своему, так вот, это был номер один, а Савина и вот лес Алиса это был номер два, и наверное все, если не считать так вот это ой, что ж он никак вот этот если не считать я сделала его когда-то просто так дни их яко трава ныне цветет завтра опадет это высказывание из Евангелия не помню по каким причинам то ли я пыталась извести какие-то остатки ниточек то ли что в общем я вот это сделала и хочу кстати оформить может быть каким-то кружавчиком посмотрим это конечно сэмплером не назовешь ну все весь мой опыт в сэмплерах такой один мой октябрьский сэмплер самодельный и Савиный лес авантюрка но тоже переделанный перекроенный и вот этот третий который я взяла тут делать дальше расскажите о своем любимом сэмплере ну мой любимый сэмплер это октябрьский мой пока что восхищение от него от того что получилось именно там я стала пробовать блендить все подряд в смысле шелк добавлять причем обеспечивать переходы плавные добавлением той или иной ниточки тут или там там я испытала стежок когда нижняя половинка одного цвета верхняя другого причем на одном участке верхняя например половинка может заменяться и опять же обеспечивается интересный переход ну в общем такое интересные бленды интересные переходы и все это без ниточек с переходом заметьте из того что было у меня на тот момент попали туда так что он мне очень нравится и является моим любимым пока что сэмплером из того чтобы например а вот следующий вопрос какой сэмплер вы хотели бы вышить сэмплер мечта ну такого нет чтобы прямо мечта мечта ну если уж говорить прям совсем лютый сэмплер прям сэмплер сэмплер ну это вот я бы хотела сделать один такой тот который у меня на али лежит в корзине ну я опять его покажу может быть мне его и хватит полностью выше головы это вот прям чтобы типичный сэмплер а так вот что-то может быть вроде вот этого маленького сэмплер может быть что-то еще ну знаете пока что я пролазила там все 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 что только можно я не знаю сколько тысяч десятков тысяч фотографий я пересмотрела все что мне понравилось я загрузила в сагу сразу может быть когда-нибудь я покажу свою сагу что у меня там есть если кому-то интересно так что пока что я не вижу сверх того что я уже нашла чтобы что-то мне еще хотелось определенно я не буду гоняться за какими-то покупками каких-то буклетов я вообще не вижу в этом для себя никакого смысла опять же меня вполне устраивает наличие электронной схемы и учитывая мои доделки переделки и замены то буклет для меня собственно и вообще-то никакого значения не имеет поэтому я выбираю из электронных схем если я нахожу красивые на али и у меня к тому же находится еще электронная схема то это бинго скорее всего это я куплю и буду так или иначе делать ну вот и все и весь этот тег закончился и мы тут и дошили как раз до этого места и пора отрезать узелок пора отрезать узелок тут наступает такой момент у нас здесь по схеме сейчас я вам покажу тут придется посчитать и подумать так видно вам или нет смотрим здесь по схеме вот так видите да здесь почему-то вот ничего нет то есть это как бы дверь здесь вроде как типа фундамента или холмика на котором все стоит а здесь вот этот кусочек меня лично это смущает мне хочется тут сделать ступенечки поэтому я буду делать ступенечки вот этот у меня рядок зашит этот значит пропускаем этот будет зашит этот просто да то есть вот эти два рядка то есть еще один рядок вот этот надо мне зашить вот этим мы и займемся чтобы у нас тут в итоге вышло крылечко потому что мне не совсем нравится то что как то как здесь сделано и ниточек у нас как раз хватит она это еще что я сделала я положила в корзину 56 каунт в демшопе что вы об этом думаете я вам ссылочку оставлю на человечка который рассказывает о 56 каунте и вам тоже захочется 56 каунт а тут дальше вот что идет тут же идет дверь такого же цвета зеленого как и фундамент мне надо подумать подумать хочу ли я делать вот такого зеленого зеленого или как то ее заменить немножечко изменить и сблэндить по-другому не знаю надо подумать с одной стороны хорошо в сэмплерах то что здесь используется мало цветов так что может быть может быть может быть дверь делать такую же может быть сразу даже мы перейдем сейчас посмотрим сейчас посмотрим так она должна начинаться здесь пускай 40 рамочка 1 2 3 4 5 и вот она пошла зеленая дверь то есть она будет вот здесь стоп 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 чуть это самое нет да вот что так что ли вот первая клеточка двери это что такое это куда-то вылезло можно не беспокоиться первая клеточка двери как раз подарили вот эти маленькие цапельки остренькие но они такие остренькие что мне честно говоря страшно что я пропарю одним движением ткань и поэтому я только вот для обрезания такого вот узелочков использую так что ли да получается и все дальше идет рама двери остановимся закрепимся закрепимся просто протянув разок другой там под ниточками для этого как раз и нужна острая иголочка вот ответили мы на тег не ожидала я что тег будет про сэмплер ну вот видите есть нашелся ссылочку я оставлю на текст где я его нашла ссылочку оставлю на видео про 56 каунт как бы не забыть и мы с вами встретимся когда я зашью дверь и тогда поговорим о цветах использованных так разобрала я свои ниточки шелковые получилось что у меня в принципе то 65 не так уж и мало вот раз коробочка два коробочка три коробочка четыре коробочка 65 вот это вот вот это вот это и вот это 33 есть еще вот этот немецкий толстенький ну и для коллекции тут еще натуральные бобинки так что в общем-то такая ничего себе палитра вполне можно что-то сооружать разные интересные вещи красота не такие уже бедные цвета особенно если их соединять не считаю что красивенькие ну это вот то что у меня сейчас в работе красота и это вот то что на конве и это то что на саге а там моя девочка во всей красе сейчас мы разберемся с цветами которые были использованы в данном домике пока что на этом этапе крыша крыша состояла из трех цветов 33 номера сейчас фоточку вам поставлю домик начался два цвета 65 потом еще два цвета 65 и еще два цвета 65 и в фундаменте так парадомик я поставлю вам сюда фоточки и в фундаменте использовались да тоже два цвета 65 это то есть это бленд это все бленд здесь одиночные цвета здесь два рядка были прошиты с одним цветом в одну сторону другим в другую но это мне не понравилось и тут я стала уже блендить из 65 так а что еще могу сказать все-таки я нашла как называется не саму схему а я даже не нашла нигде вот именно этот сюжетик я нигде не нашла я даже ходила на официальный сайт к ним и и там не нашла какой-то он не знаю откуда он взялся где его зацепило без понятия но называется это прайер прайер скулер я вам напишу название сюда это интересный перевод у этого слова как и так и сяк я переводила но это переводится как ну прайер это прерия а скулер это ученик да ученик прерий степной ученик во всяком случае слово прайер используется для обозначения там луговая мышь там или луговая собачка луговая там еще что-то в ботанических названиях то есть лук степь саванна прерия пампасы и в Австралии как это там называется короче что-то такое по нашему степь да степной ученик прайер сколер степной ученик ну прерия это вообще-то североамериканская там наверное может быть как-то с индейцами связано хотя ничего индейского в этих сюжетах нету в общем на каком основании они сочиняют свои названия ну я не знаю но во всяком случае это вот этот самый степной ученик прайер сколер и это оттуда это их сюжетик но я его нигде не нашла где взяла я его не знаю я его скачала себе в сагу где-то в своих похождениях кстати очень плохо что когда ты скачиваешь какую-то схему у тебя нет в названии этой схемы никак-то не обозначено кто чего ну хотя бы фирма которая это делает просто какое-то условное ну хотя я понимаю вообще-то почему это потому что люди перенабирают видимо как бы для себя и обозначают по-своему как ему удобно это мы же пользуемся такими перенаборами то поэтому такое ну в общем не очень удобно вроде думаешь у тебя схема есть я в любой момент узнаю кто ее сделал а как бы не так пришлось покопаться порыться посмотреть перелопатить опять кучу материала чтобы просто понять что это прайер сколер но хотя вот именно этого сюжета я у них нигде не нашла хотя он где-то есть потому что я его в ВК в примитивных группах где-то скачала ну может быть когда-нибудь случайно в своих походах я его встречу если встречу тогда я вам как-нибудь об этом тоже расскажу ну в общем пока смотрим на мои блендики лучше будет это видно на фотографии наверное так что я сфотографирую пока вот такой этап осталось вставить рамы заняться стеклами занавесочками а там будет видно что будем дальше делать но я буду наверное это видео заканчивать оно и так уже длинное на этом этапе мы остановимся потому что тут оказалось мне надо срочно заняться котятами от Лукас у меня опять отчет 8 числа будет как мне честно говоря это все надоело ой не чаю я уже расквитаться с этими СП и все завязать с ними навсегда делайте как эта девушка которая про 56 каунт рассказывала она говорит что-то типа того что как же она сказал ну вы посмотрите сами услышите а делайте то любите любите то что делаете делайте то что любите во что-то что-то вы посмотрите что-то вы посмотрите Продолжение следует...